Приветствую вас. Обратите внимание на то, что вы формально завершенно летний, вам 18 лет, но у меня по ощущениям и вашим именем не возникает такого впечатления, что вы чувствуете себя взрослым. У меня есть ощущение, что вы чувствуете себя маленьким, чувствуете себя, может быть, еще ребенком где-то, и это вот ощущение, что вы маленький, ощущение, что вы маленький, что вы меньше, чем другие люди вокруг вас, и вообще меньше, чем вы есть на самом деле. Является, наверное, тем, что в первую очередь бросается в глаза. Является тем, что вы транслируете другим людям. То есть вы транслируете другим людям. О, посмотри на меня, я маленький, посмотри на меня, я меньше тебя, посмотри на меня, я боюсь твоего внимания, боюсь твоего присутствия, того, что ты скажешь, того, что ты обо мне подумаешь и словно говоря, ну и так далее. То есть всего этого я, грубо говоря, боюсь. И мне кажется, мне так, кажется, что вот этот момент, момент, что вы меньше, чем вы на есть на самом деле, он является одним из ключевых, одним из определяющих, потому что, но вот это вот искусственное уменьшение себя, оно может быть в чем-то вам полезно, может быть оно в чем-то вам помогает, но в жизни, как вы можете видеть, в жизни это часто вредит. Вот это вот искусственное уменьшение, то есть вы ни больше, ни меньше, чем есть на самом деле, но будучи ни больше, ни меньше, чем вы есть на самом деле, вы такой же, как другие люди. Вы ничем от них отличаетесь, вы ничем не хуже и не лучше этих людей, которые вот вокруг, ну вокруг, вокруг вас, но вы так не считаете, знаете, в общем-то делу. И вот, собственно, наверное, это один из таких вот прямо, я бы сказал, ключевых моментов, которые надо бы разобрать. Дальше. 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 Страх выступления, страх выступления, о котором вы говорите. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что, к примеру, если вы выступаете, к примеру, если вы выступаете где-то, там, для кого-то, если вы выступаете, вот, если вы, грубо говоря, хотите, допустим, что-то сказать людям, да, если вы хотите что-то выразить людям, ну, наверное, 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 это имеет для вас ценности. Мне кажется несколько странным, что вы как будто бы это обесцениваете. Как будто бы вы обесцениваете то, что вам есть сказать людям, то, что вам есть сказать другим, то, что вам есть вот что донести. Мне кажется, это вот такой ключевой, один из ключевых моментов, на который вам нужно дать себе ответ, в первую очередь. Насколько важно то, что я хочу донести людям, ну, окружающим людям, важно ли это для меня, чем это важно для меня. Так? Дальше. Вы пишите следующее, что вы пишите то, что вот боится выступать и так далее. Здесь у нас страх оценки, вы боитесь оценки, оценки себя другими людьми. Это тоже довольно важный момент, что-то вы пытаетесь скрыть себе, что-то вы пытаетесь скрыть. Значит, такое, что вы сами не принимаете и когда другие люди вам обращают на это внимание, когда вы чувствуете, что другие люди обращают ваше внимание на это, вам это будет становиться очень неприятно, больно, страшно и так далее. Честно говоря, честно говоря, подобная реакция не является какой-то странной, не является какой-то неправильной и так далее. Подобная реакция вообще-то, она, ну, в принципе, естественна. Ну, в рамках, в рамках вот такого, я бы сказал, социального контакта, да, то есть в рамках социального контакта это нормально. Это нормально, но, конечно, вам, лично вам это причиняет дискомфорт, конечно, лично вам это доставляет стресс, да, вам это доставляет определенную такую, такую, как бы тяжесть, да, неестественность и так далее. И здесь надо видеть, что же такое люди могут у вас оценить, да, что такое люди могут у вас оценить, что вы сами, ну, от чего вы, точнее, сами пытаетесь забежать, и что вы сами ничего не делаете, вот, ну, по крайней мере, так это выглядит, когда мы говорим о страхе оценки. То есть, условно говоря, я боюсь, что у меня, там, к примеру, к примеру, у меня, я боюсь, что у меня протекла крыша, и люди об этом узнают. Что у меня протекла крыша, но при этом я ничего не делаю, чтобы крыша не протекала, как мне кажется. Понимаете? Какая штука. То есть, мне кажется, что вот ваша такая вот позиция, да, здесь, она заключается в том, что вы, ну, испытывая неудовольствие, от того, что, что, ну, вот, что у вас есть что-то, что люди могут оценить негативно, и что вам себе не нравится, вы с этим ничего не делаете. А могли бы сделать, могли бы что-то себе изменить, могли бы что-то себе принять, ну, или, по крайней мере, выработать это отношение, вот. А ещё, можно было бы научиться видеть в том, что говорят другие люди, в том, что, в том, как, какую обратную связь дают люди, видеть в этом для себя ресурс, в плане того, чтобы понимать, что мне нравится в этом, что мне не нравится в этом, что откликается, условно говоря, мне, что не откликается, условно говоря, мне. И мне думается, мне думается, я вот серьёзно так думаю и серьёзно так считаю, что это может быть очень классным, очень крутым для вас ресурсом, потому что вот оценок людей, вы всё равно так или иначе не делаете по той причине, что, ну, чем более вы публичная личность, тем более вы занимаетесь, ну, вот, как бы, чем-то таким публичным, чем-то таким общественным, да, тем больше вас, ну, каких-то оценок, тем больше, тем больше на вас обращено внимание и тем больше вы, как бы, находитесь под таким давлением, словно говоря, выбирая такую вот какую-то профессию, такую профессию, где вам нужно выступать, где вам нужно взаимодействовать с людьми, и вы, как никто другой, сталкиваетесь вот с тем, что, ну, с идеей постоянной оценки себя, с идеей постоянного оценивания себя. Я от этого никуда не, никуда не деться, от слова совсем, всё, от слова совсем. Вот, поэтому очень важно, чтобы вы учились в обратной связи видеть то, что можно было бы использовать для себя, то, что помогло бы вам лучше понять свои ценности, систему своих ценностей, вот, то, что могло бы вам помочь, помочь, может быть, даже наладить контакт с людьми, то есть, ну, чтобы это помогло вам наладить взаимодействие с людьми, чтобы это помогло вам лучше себя чувствовать, вот, увереннее, потому что вы открыты для вот этой вот проверки, для этого освещения, скажем так, того, что вам важно, того, что вам ценно, вот, и, соответственно, это поможет вам чувствовать себя увереннее. Другой вопрос, который нужно замечать, этому нужно учиться, это, это, Виталий, определённая работа, вот, и, помимо этого, есть ещё несколько аспектов, на которые я не обратил здесь внимание, например, функция страха, которую тоже, за чего-то здесь дана, вот, некая ваша история, я имею в виду жизненная история, в которую вполне может вписываться то, о чём вы рассказываете, то, как бы, что вас волнует, и тревожит, я думаю, крайне опрометчивым решением было бы давать вам, ну, какие-то серьёзные рекомендации, поэтому, просто, вот, позамечаете, да, вот, вы говорите, что, вот, я, там, боюсь, что люди подумают, что они скажут, вот, попробуйте ответить на вопрос, да, там, грубо говоря, на вопрос самому себе, например, почему это важно, вот, просто, почему это важно, почему важно, что люди скажут, вот, чем это важно, вот, условно говоря, это важно, потому что у меня, то есть, вот, допустим, ну, к примеру, да, вот, такие ценности есть, например, вот, ну, у меня, то есть у вас, такие ценности, вот, или, может быть, что-то ещё есть, понимаете, ну, вот, то есть это, ну, как-то вот, такой, на мой взгляд, важный момент, да, на который вам нужно, вероятно, обратить своё внимание. Вот, это то, что я могу вам ответить, то, что я могу вам сказать, с точки зрения, опять же, там, ну, например, с точки зрения психотерапии, да, вот, пытаться, пытаться, пытаться сделать всё самостоятельно, но, на мой взгляд, решение не лучшее, вот, там, что, как бы, могут быть проблемы, вот, достаточно такие, я бы сказал, серьёзные, вот, и, соответственно, это может как-то, ну, ухудшить ваше состояние. Ну, так, такая вот история. На этом мы всё, в принципе. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи, надеюсь на обратную связь, и буду рад вам вспомнить, если такое желание возникнет у вас.